МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящий праздник превратилось в официальное открытие чемпионата. Песни, танцы и, конечно, представления участников. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Воронежская, Кировская, Тверская области. Всего 12 регионов приехали в столицу Чувашии. Качество подготовки студентов в учреждении среднего профессионального образования растет. И то, что количество компетенций становится больше, позволяет, наверное, удовлетворить те запросы наших уважаемых работодателей, которые рассчитывают на высококвалифицированные кадры, которые готовят систему среднего профессионального образования. 40 компетенций среди студентов и 11 среди школьников. А всего более 300 участников три дня демонстрировали, на что способны. Движение WorldSkills сейчас это уже не только чемпионаты. Оно уже выстраивается в полноценную систему профессионального образования и развития компетенций. И Республика Чувашия очень активно участвует в развитии движения, в развитии компетенций, что свидетельствует о том, что в регионе работает очень профессиональная, слаженная, очень увлеченная команда. Движение WorldSkills появилось в Республике с 2012 года. За это время число компетенций выросло в 20 раз ежегодно, к ним добавляются новые. Например, в этом году в Чувашской Республике впервые проводят соревнования по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики. Для нашей Республики эта компетенция особенно актуальна. У нас сконцентрировано более половины всех российских производителей этой отрасли. Так что Чувашию можно смело назвать центром релейной защиты страны. Релейная защита – это основная автоматика, скажем, мозг всей энергетики России, но в целом в мире. Поэтому это очень важная вещь. Ее много, эксплуатировать ее нужно. И при должном усилии мы можем рассчитывать вывести ее в международный уровень. Проверка трансформатора, тока, наладка микропроцессорного терминала, шкафа микропроцессорной защиты, электромеханических релей. Задача участника – выполнить четыре модуля. На каждой дается три часа. Самым сложным был как раз терминал микропроцессорной защиты. В плане того, что очень много выставок и очень много проверок. Этот модуль добавил забот и Елисею Харасеву. Но тем не менее, по своим ощущениям, с заданием он справился. Причем с удовольствием. Столько всего оборудования в мире бывает. И с малейшими усилиями ты можешь копать колодец, бурлить дыру огромную, добывать ресурсы. И вообще развитие дошло до космоса. Я обожаю технику. Для этой компетенции предприятия электротехнического кластера Республики предоставили современное оборудование. Именно на таком будущие техники-электрики будут работать по окончании колледжа. Кстати, это оборудование останется в межрегиональном центре компетенции и по окончании чемпионата. Компетенция малярной и декоративной работы старожил чемпионата. Участники этого направления вдыхают жизнь в серые постройки. Они все равно, что художники. Только у них вместо полотен здания, машины и прочие объекты. В этом году маляры за 15 часов должны поклеить обои, покрасить двери, выполнить молдинг и три вида фресок. У каждого задания свои особенности. По клейкам обои, например, мы смотрим вертикальность, горизонтальность, стык, шов, чистоту, порядок. Все это там смотрим. В этом году количество участников компетенции выросло до шести. Есть и те, кто остался недоволен результатом прошлого чемпионата и пробует улучшить свои показатели. Эльвира Ильина год назад заняла четвертое место. В этом году твердо решила буду победителем. Это называется город-сити. Здесь должны быть четкие углы и четкие линии. Я делаю жесткую фреску. Жесткая фреска делается точно линейкой, без скотча делается. Берешь, получается, линейку и кисточку. И проводишь четкие линии. И если город-сити – одинаковое задание для всех, то фреска-фристайл – возможность проявить свою фантазию. Эту часть задания можно выполнить в свободном стиле. Например, Павел Купринов решил изобразить героя киновселенной Марвел «Железного человека». Персонаж – «Железный человек». Зовут его Тони Старк. А это маска «Железный человек». Это лицо самого Тони Старка. Рисунок взял, потому что настроение было такое взять. Такое-то необычное. Тоже самое тяжелое. Каждый модуль оценивается на определенное количество баллов. Участник может набрать максимум 75 баллов. Изучение местности, замеры территории и составление карт – основа основ любого строительства. Такая ответственная работа лежит на плечах геодезистов. На чемпионате WorldSkills эти ребята единственные работают на улице. Геодезистам не страшен ни дождь, ни снег, ни холод. В любую погоду они выполняют свою работу. Сейчас вы можете видеть, что наши конкурсанты выполняют достаточно интересную производственную задачу, которая связана с вычислением склада, объема склада сыпучих материалов прямо на объекте. Это одна из тех производственных задач, с которыми геодезисты сталкиваются достаточно часто, и которая присутствует в их повседневной деятельности постоянно. Два дня участники этой компетенции определяют координаты, вычисляют площадь. Еще день на то, чтобы все занести в компьютерную программу и получить результат. В чемпионате WorldSkills принимают участие не только студенты. Даниил Иванов и Мария Федикова уже работают геодезистами. Меня заинтересовала эта профессия, так как нужно бегать по полям, измерять. И приборы мне очень нравятся, изучать приборы. Геодезия – одно из немногих направлений чемпионата, где участвуют парами. Даниил и Мария свои силы в конкурсе пробуют уже второй год подряд. В этом году они рассчитывают на победу. Передо мной стоит задача снять, сделать съемку с 90 точками. В прошлом году их было всего 45. Увеличилось почти в два раза. Это куда больше времени занимает. А время для выполнения работы осталось таким же – три часа. В этом году в компетенции геодезия впервые соревнуются юниоры. И даже несмотря на то, что такого предмета нет в школьной программе, участвовать изъявили желание пять команд. В их числе и Ленар Шеревзянов. О геодезии он узнал от мамы. Об этом я еще узнал в детстве, когда ходил из школы домой. Я приходил на стадион, мама там работала. А потом я начал узнавать об этом предмете побольше. И мне стало интересно. И после того, как я узнал то, что в этом году принимают и учеников помладше, я решил принять участие в этом интересном конкурсе. К чемпионату ребята готовились на специальных курсах. Два раза в неделю по три часа они изучали азы геодезии. Их работа сравнивается с произведениями художника и даже архитектора. Ну и, конечно, на чемпионате это самая сладкая компетенция. Как вы уже догадались, речь о кондитерском деле. Необычные торты, разнообразные пирожные и конфеты. Эту компетенцию можно учуять издалека. Так вкусно тут пахнет. По заданию нужно было приготовить фруктовый торт. Я выбрал лимон и банан. Потому что это очень оригинальное сочетание. Андрею Козлову больше всего понравилось работать с шоколадом и делать из мастики героев сказки по щучьему велению. Одно из заданий конкурсных дней – приготовить конфеты. Тема – архитские народные сказки. Главное условие – все на подносе должно быть съедобным. И веточки, и цветочки, и даже избушка на курьих ножках. Маша Вихарева приехала на чемпионат из Сургута. Кстати, в колледж в своем родном городе девушка попала благодаря программе профориентации школьников. Приехала на экскурсию в свой колледж. Сургутский политехнический колледж. И там участник WorldSkills готовил из карамели пчел. И мне так очень понравилось. Прямо так мастерски и очень красиво. Я думаю, я тоже так хочу. И вот. С каждым годом увеличивается сложность заданий, растет и уровень конкурсантов. А значит, наши участники выходят на новый профессиональный уровень, что позволяет работодателям рассчитывать на высококвалифицированные кадры. Три дня эти юноши и девушки демонстрировали свое мастерство и доказывали свою компетенцию. И вот наступил день Икс – закрытие чемпионата. Конкурсные дни позади, а это значит, что участникам остается лишь ждать оглашения итогов. Левира Ильина тоже настойчиво шла к своей победе, как и обещала. В этом году она первая. Я не ожидала, что я в этом году займу первое место. Соперники были очень сильными. Я так сказала бы. Теперь всех призеров ждет следующий этап – отборочные соревнования. За ними – национальный чемпионат. И уже по его итогам сформируется национальная сборная, которая и будет представлять нашу страну в Казани на мировом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова